Добрый день! Меня зовут Вячеслав Абрамов, это программа Эквилибра. И сегодня мы обсуждаем тему, которая искрила несколько недель подряд. В Алматы общественность воспротивилась сносу здания, которое представляет историческую ценность для города. По крайней мере, так думают его жители. В защиту люди самоорганизовались в группу, которая пытается отстоять фасад здания, несмотря на принципиальное решение – пожертвовать историей в пользу современного бизнес-центра. Наши корреспонденты наблюдали противостояние. Это первый день флешмоба, организованного алматинцами в защиту здания «Жильтоксан-115». Клич «Собраться» был брошен пять часов назад в социальных сетях. Пока собирались, решили взять с собой фонарики. И вот в девять вечера полсотни неравнодушных горожан сначала выхватывают светом фонариков фасад здания, который должны снести. А после выстраиваются вокруг него живой цепью, взявшись за руки. Защищают. Фонарики у нас для рассеивания тьмы. Фонарики у нас как символ того, что нас не слышат, не прислушиваются. Общественность города ни о чем не спрашивает, делают все так, как они хотят в своих кабинетах. Они нас не слышат, так пусть они нас хоть увидят. Назовите это прожектором. Не перестройки, но прожектором. Того, что посмотрите, обратите на нас внимание. Мы есть, нас нельзя игнорировать. Да, мы все интеллигентные, добрые, послушные люди. Мы очень многие вещи позволяем делать, мы со многими вещами миримся. Но какой-то предел наступает. И опять же, мы ничего не требуем, мы ничем не угрожаем, нам нечем угрожать. Но наступает точка возврата. Это трехэтажное здание было построено в 1954 году. Стиль постройки популярный в те годы сталинский ампир. Здесь располагался госплан Казахской СССР. После перестройки кабинеты советских чиновников были отданы под офисы предпринимателей. Благодаря им и стало известно о готовящемся сносе. Весной 2015 года здание приобрела компания Байшатыр Групп, которая и попросила покинуть кабинеты. Американец из Калифорнии Денис Кин проводит экскурсию для Эрин Хатчинсон. Его проект «Уокинг Алматы» не только увлечение, но и способ заработка. Летом такие прогулки, во время которых он рассказывает об интересных местах в Алматы, проходят практически каждый день. Как правило, для одного или двух иностранцев. Сегодняшний маршрут «Золотой квадрат Алматы». Такое неофициальное название носит исторический центр города. Эрин, студентка Гарварда, готовит диссертацию о советской архитектуре. Дворец республики, бывший дворец Ленина, откуда начинается прогулка, представляет интерес для исследователя. Вот только после реконструкции здание полностью изменило архитектурный облик. Общественной дискуссии о реставрации здания не было. Повернув налево, Эрин увидела гостиницу «Казахстан». Нынешние владельцы сохранили первоначальный архитектурный облик. Фото на память, небольшой рассказ Денниса, и экскурсия движется дальше. Пройдя через подземный переход, иностранцы останавливаются у арха. Отныне защищает родной город и здание по адресу Жених. «Казахстан-115» активисты решили ежедневно. Каждый день новый флешмоб. После живое обсуждение дальнейшего плана действий. Группе людей подходят представители Акимата. До этого момента за процессом чиновники только наблюдали. И приглашают на встречу застройщикам Большатыйргрупп. Я из Ленинграда. Я хочу для Алматы предложить и озвучить хорошую программу, которая называется «Город-сад». Я профессионально считаю, что центр любого города – это сад. И в этом саду есть цветы. Есть цветы красивые, а есть цветы увядшие. И вы, как женщины, понимаете, что красивые цветы правильно в своем саду оставить, а увядшие – заменить другими красивыми. Так по-восточному начал свое знакомство с противниками застройки руководитель проекта компании Большатыйргрупп Андрей Калмыков. От лирики «Ленинградец» быстро перешел к основному посылу презентации. Зрителям были продемонстрированы кадры потопа в здании, снятые на телефон. Калмыков прокомментировал это так. Запустите. А это потоп в этих зданиях. Весной дороги. Вы знаете, что происходит на планете? Меняется климат. И сейчас потоп. Мы сейчас открыли все помещения окна, всем, чтобы проветривать этот потоп. Мы знаем, что там существует опасность для жителей Алматы. Поэтому там компания, управляющая, прекратила деятельность, понимая, что в этом существует опасность для жителей города. И что у нас сейчас забивается там? Канализация дорогая. Решить проблемы старого здания поможет снос. Завершил свою мысль Калмыков. Тем более здание «Жильтексан-115» никогда не входило в перечень памятников истории и архитектуры. А вместо привычной алматинцам трехэтажки возвести семиэтажный бизнес-центр. Защитники «Жильтексана-115» тут же дали название увиденному – «Утюг». Архитектор Катерина Новоселова попыталась еще раз пояснить позицию противников. Мы не предлагаем вам оставить все, как есть. Не предлагаем ни в коем случае. Конечно же, мы за то, чтобы это здание, в первую очередь, глобальной реконструкцией заменились, там, все сети. Мы радуемся только за фасад, который находится в полице мира, да, «Жильтексан», номер «Жильтексан-115». Объясню почему. Потому что с точки зрения какой-то урбанистики, да, у каждого горожанина есть связи с какими-то местами в городе. Я понимаю, что этот фасад не является шедевром как удачи этих труб. Но мы здесь с этим зданием очень много связаны. Мы сами видите, сколько эмоций это вызывает. Расходились сторонники и противники сноса, так и не договорившись. Но их роднил настрой – добиться каждой своей цели. Согласия достигнута не было. Но все же встреча стала прецедентом. До этого момента мнением жителей об архитектурных изменениях в городе застройщики не интересовались. Так, дворец пионеров, построенный в 1936 году, заменил пятизвездочный отель. Место музыкальной школы имени Амрека Шаубаевой, построенной в конце 19 века, появился фастфуд. А Театр Кукол и ранее здание общественных собраний, построенный в 1910 году, был реконструирован в 2013, без учета мнений алматинцев. Академия наука, о которой рассказывает Денис Эрин, построена в тот же период, что и Жильтоксан-115. Только это советское здание входит в реестр республиканского значения, потому защищено от переделки. Американский гид обращает внимание гостей на памятник Чукану Валиханову, который расположен напротив строения. Говоря о годах жизни казахского этнографа, Денис от себя добавляет, что умер он рано, как куртка Бэйн. Следующая достопримечательность – Государственный академический театр оперы и балета имени Абая. Эрин восхищает сочетание национального стиля и орнаментального искусства. Через дорогу гостиница Алматы, изгиб которой, по задумке архитекторов, должен напоминать хребты заилийского Алатау. В 2003-м бледно-голубое стекло на балконах было заменено на популярный и более дешевый алюкобонд. Мнения жителей при реконструкции учтено не было. Цветы, горы и все те ассоциации, которые возникают у алматинца при упоминании о родном городе – все отражено на асфальте у стен Жильтоксана-115. За эту неделю активисты отправили две петиции на имя главы государства и градоначальника Ахмеджана Ясимова. В планах обращение к депутатам с просьбой закрепить законодательно неприкосновенность исторического центра. Это не самый красивый городок, но это будет символ для определенной эры. И это эры архитектора, Сталинской архитекции, который не получает великих респект в городе. Я думаю, что там еще надеется, что истории в Алмате уже пре-Совет, в Верни. Верни-эра архитекция была очень хорошо пресереда, но в этой сталинской архитекции не заставляет этот просьбой. Продолжение следует... 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 следить, которые призваны этим вопросом заниматься, они, по сути говоря, не справляются, поэтому приходится вот подключаться. Но я считаю, что роль общественности, она вот в данный момент это здорово, что она подключилась. И то, что происходит сейчас со зданием на Мира Кирова, застройщики говорят, вообще все говорят, многие говорят, что это здание не представляет исторической ценности. А мне кажется, оно сейчас будет историческую ценность представлять, хотя бы потому, что защита этого здания стала историческим, может быть, прецедентом, когда очень многие объединились, встали на его защиту. И это, наверное, впервые в истории. Мы все, каждый человек, сидя там на кухне или в социальных сетях, они все все видят, все все прекрасно понимают. Не так много равнодушных людей, но очень часто людей останавливает элементарное. Мы ничего не изменим, от нас ничего не зависит, все уже давно решено. То есть, когда мы говорим, давайте выйдем, давайте просто продемонстрируем, по крайней мере, свое отношение ко всему, что происходит. Я не знаю, конечно, может быть, будут какие-то результаты, не будет каких-то результатов таких достаточно ощутимых. Снесут это здание, не снесут это здание. Но мы просто продемонстрируем всем и администрации, и властям. И самое главное, мы, наверное, продемонстрируем жителям этого города, жителям всей страны, что как можно высказывать свое отношение, как можно двигаться, что мы... Ну, нельзя сидеть, сложа руки. Надо что-то делать. Бигжан Идрисов, главный редактор информационного агентства «Радиоточка». Начинал свою профессиональную карьеру на «Радио-Тотем». С 1997 по 2004 год работал на «31-м канале», корреспондентом, главным редактором, ведущим программ «Имформбюро. Неделя. Собственное мнение». С 2013 по 2015 год – пресс-секретарь горно-лыжного курорта «Кок-Джай-Ляо». С мая 2015 года – главный редактор «Радиоточки». Ну, я это вижу уже ведь не первый год. Там, наверное, и не стоит ожидать конструктива. То есть, это вот тот этап, когда гражданское общество только начинает зарождаться. Видимо, на первых порах оно должно происходить вот так. Я не знаю, потому что я этого не проходил. Но вот этот этап, шумный, эмоциональный, он несколько затянулся. И главное там, что дальше после этого этапа не видно. Еще раз повторюсь, ни со стороны власти, ни со стороны бизнеса, ни со стороны гражданского общества. Проблема же в чем? Ну, хорошо, давайте мы сели за стол переговоров. Самый главный и первый вопрос – кто говорит от имени власти? Ну, предположим, какого-то там чиновника делегируют. Кто говорит от имени бизнеса? Предположим, что и бизнес кого-то делегирует. Но возникает вопрос – а кто будет представлять интересы собственно говоря общества? И вот здесь это такой хитрый и такой больной для общественности вопрос. Потому что говорить хотят все, и они говорят, и в итоге это выливается в некие эмоциональные такие выступления, крик, шум, виск. А собственно говоря, вот в таких условиях о каком-то диалоге говорить вообще не приходится. Ну, не видно. Кроме флешмобов ничего. Ну да, это такой метод поддавливания власти. Он тоже необходим, но не более того. Но даже если вот они все сядут и начнут о чем-то разговаривать, дальше совершенно ничего не понятно. То есть, на каком юридическом основании должны действовать вот эти вот, собственно говоря, переговоры. По предыдущей работе своей я предлагал ребятам, вы претензии-то не к нам предъявляете. Проект «Коужеля» здесь ни при чем. Если вы не можете влиять на принятие решений, то это, наверное, вопрос законодательства. И вам прямая дорога, собственно говоря, к депутатам парламента, я не знаю, в правительство, да, к тем, кто владеет, имеет право законодательной инициативой. Но в этот момент я слышу, это уже политика, мы в такие игры не играем. Сори, а в какие вы игры играете тогда? Вот эти вот флешмобы, песни и пляски, но это же до бесконечности не может продолжаться. Надо же что-то с этим делать. В какой-то момент нужно уже от песен переходить к неким решениям, да. Ну да, можно довести ситуацию с помощью флешмобов до точки кипения. Но как управлять эмоционально заведенной толпой, не знает никто. И это самое опасное. Риторика, которая демонизирует массовое скопление людей вокруг какого-то одного информационного повода, не нова. Но чаще всего это самый убедительный аргумент в руках власть придержащих в пользу деструктивности этих объединений. С другой стороны, нельзя отрицать эмоциональную составляющую подобных протестов. В данном конкретном случае алматинцы борются не за архитектурную ценность или фасад здания как памятник зодчей мысли, а за собственные воспоминания. Можно ли осуждать их за это? Ответ неочевидный. Но имеют ли горожане право на то, чтобы памятник их детства, молодости, взросления охранялся городскими властями? Мы, как обычно, пригласили трех экспертов, которые помогут нам сегодня с компромиссными предложениями. Давайте послушаем первого. Когда власть не может уже и не имеет компетенции сделать все правильно, то есть жителям приходится самоорганизовываться. Большая часть нашего движения, опять-таки, представляют профессионалы. Поэтому мы бы хотели помочь администрации нашего города, если они не знают, что делать, они не знают, как это делать. Значит, нужно, чтобы пришли профессионалы и помогли организовать правильную работу в этом направлении города. Это значит, что нужно менять законы. Это в первую очередь. Это должны быть местные законы, законы Маслихата должны быть приняты, и чтобы сохранить лицо города, и модернизировать его правильно. Поэтому архитекторы объединяются, чтобы сделать такое движение Архнадзор. Я абсолютно согласна. Обязательно нужно и Архнадзор делать, как это по примеру, допустим, Москвы. И совершенно согласна, что все равно это не совсем дело общественности, заниматься защитой этих зданий и облика. Это должны все равно делать. Должны за нас работать законы. Речь идет о том, что не хватает законодательной основы для всего этого. И как граждане должны участвовать во всем этом, помимо флешмобов. А что они еще могут сделать? Естественно, нужно менять законы. Естественно. Но для того, чтобы поменять законы, нужно, наверное, уже признаться себе, что пора заняться политикой. К сожалению, а может быть, оно так и должно быть, я уж не знаю, да. Но законы принимает-то парламент. И, значит, ребята, идите, организовывайте партию. Пока кроме флешмобов я ничего не вижу. Наши герои согласны с предложением первого эксперта. Эмоциональное желание сохранить память должно иметь под собой прописанный механизм. Но только Бегжан Идрисов уверен, что если намерение защищать здание инициируется снизу, то и выработка соответствующего законодательства должна прорабатываться общественностью. «Идите и организовывайте партию», — говорит он. А вот его оппонент Ажар Джандосова уверена, закон на этот счет необходим, но писать его должны компетентные люди. Давайте выслушаем второе предложение. Нужно срочно остановить действия поправок закона, которые были внесены в закон в 2014 году, в конце прошлого года. Уже начиная с этого года, вернее, эти поправки, они делегируют права лишения статуса памятников местным органам охраны памятников. Раньше, в советское время, у нас было специальное методическое пособие по разработке проектов охранных зон. В общем-то, во всем мире примерно этим пользуются. Я считаю, что нужно срочно разработать такую же методику по разработке и установлению охранных зон в Казахстане. Я думаю, что действительно, что мне кажется, очень важно уже уходить от защиты отдельных зданий к сохранению целых кварталов, может быть, каких-то... Вот было предложение такое выделить, обозначить в Алма-Ате такой, как золотой квадрат, что ли, где вообще ничего не трогать. И если для этого нужны поправки в закон, то, значит, они нужны поправки в закон. Я тоже считаю, что сейчас, может быть, многие думают, что мы как-то идём противозаконным путём, что-то вот такое делаем. Не то, что противозаконным, да, мы... Ну, наша основная задача, наверное, чтобы появились какие-то возможности, законные возможности сохранения облика. Здесь мы видим недостатки юридической базы, собственно говоря, на какой основе всё вот это делать. Я абсолютно согласен, что нужно, да, это приводить в порядок. И нужно не просто возвращать там в местные органы власти вопросы принятия решений, да, об этом, но и вкраплять туда общество. То есть в каком виде кто именно должен этим заниматься? С кого потом, грубо говоря, спрашивают? Удивительно. Наши оппоненты единогласно соглашаются и со вторым экспертом. Возможно, это и есть наглядное изображение того, что власти и общество в принципе не о чем спорить, кроме как об инструментах достижения единой цели. Вот только какая это цель? Сохранить здание? Уберечь город? Найти компромисс? Подобные дилеммы Алматы переживает не первый. Во всем мире бизнес и архитектура борются друг с другом в лице застройщиков и простых горожан, которые не считают нужным приносить собственную память в жертву прибыли. Давайте послушаем нашего последнего эксперта вместе с нашими сегодняшними героями. Ну, мне кажется, самый верный путь, а может нереально, это волевое решение Акима. Надо прекратить уродовать город или на законодательном уровне, не знаю, на каком, на городском или еще как-то определить все это. Вот эти списки памятников, это надо, по-моему, переделать и очень внимательно его отредактировать. Там есть такие дома, которые, в принципе, не должны быть в этом списке. Некоторых домов там нет, ну и, конечно, полно, как всегда, ошибок. На самом деле, вот, раньше, оказывается, существовало общество охраны памятников. Общество охраны памятников. Это общество много лет назад, оказывается, его просто ликвидировали, и сейчас никто охраной памятников, получается, не занимается. И, конечно, мы опять говорили, что вот существует вот этот список, который никто не видел, и все о нем говорят, но непонятно, где он, хочется на него посмотреть. И я не знаю, вот, волевое решение чье-то. Конечно, у нас сейчас в стране, наверное, очень многое решается именно волевыми решениями. И мы пишем все время письма, пишем письма и Акиму, и даже пишем президенту о том, чтобы давайте вот сохраните вот это здание, сохраните то здание. Я не знаю, наверное, это самый эффективный сейчас метод в данной ситуации. Что тут спорить? Спорить не о чем. Нужно просто привести в порядок с точки зрения законодательства. И очень хорошо, что граждане наконец этим заинтересовались. Наконец мы начнем изучать, что же там в этих вот законах, в законодательной базе написано. После того, как мы это изучим, видимо, какие-то действия будут. Нужно сейчас эти флешмобы прекращать или нет, я осудить не берусь. Ну, раз люди считают, что они таким способом выражают свое мнение на здоровье, пожалуйста. Но нужно просто понимать, что как только мы договоримся о каких-то единых терминах, об этих нормах, об этих процедурах, вполне возможно, что это здание и не попадет в список ни культурного, ни исторического наследия. К этому нужно быть просто готовым. Просто готовым. Но взамен мы тогда получаем целый пакет инструментов. Парадокс. Но сегодня наши оппоненты, которые действительно по-разному видят сложившуюся ситуацию, согласны со всеми тремя экспертами. Только вот предложения и развитие этих предложений они трактуют по-разному. Бегжан Идрисов уверен, что если дать общественности то, что она просит, то ей нужно быть готовой к последствиям. Возможно, здание все-таки снесут, уже апеллируя к самой общественности. Мы же пошли вам навстречу. И оно пойдет жертвой на пути к выработке единого и прозрачного механизма. Готовы ли к этому те, кто сегодня цепью стоит вокруг здания? Вряд ли. Давайте послушаем резюме наших сегодняшних героев. Когда мы говорим, нельзя трогать исторический центр города, наверное, можно говорить о том, что в принципе же есть опыт других стран, когда исторический центр все-таки трогают, но трогают его бережно, бережно, реставрируют здания. И даже если меняют внутренности, то есть оставляют фасады, полностью восстанавливают, внутри все остается современное, меняется, не меняется только фасад. Или, допустим, там что-то сверху достраивается. Или, то есть, есть огромный опыт мировой, почему мы не можем его применить? Вы знаете, некоторые люди, которые смотрят нас, видят там в сетях, как мы стоим около этого здания, может быть, мы смешные иногда кажемся, может быть, мы непонятные, но пусть мы такие, пусть мы такие, но это наша такая сейчас задача, наша миссия — показать, продемонстрировать. Демонстрировать. Пусть это будет смешно, но это небольшой такой шум, может быть, какой-то... На нас обратили внимание. Нас увидели. Нас услышали. Я считаю, только поэтому можно было это делать. Эксперты все сказали. Они все сказали. Я же ничего нового не выдумываю. И все сходятся в одном и том же мнении, что нужно решать вопрос на юридическом уровне. Для начала. Пока эта вся какофония не вылилась в нечто неуправляемое. Если честно, я не верю в то, что у них что-то получится. Потому что для этого нужна не только определенный уровень компетенции, но и определенная смелость нужна. И этим нужно заниматься постоянно. А когда ты этим занимаешься постоянно, то ты перестаешь получать доход с того, где ты на самом деле работаешь, кто это все будет финансировать. Вот здесь вопросы. Если будут отрегулированы и решены, то тогда оно может получиться. Пока же я вижу всего лишь танцующих ребят, которые каждый вечер в 9 часов собираются на этом углу и поют песни. Это все красиво, это все шумно. В соцсетях народ воюет, бьется. Для отчета в принципе сгодится. Но мы же хотим не только, чтобы результаты были подчета для грантодателей. Мы же хотим, чтобы результаты были и собственно на облике города видны. Если ребята вот эти пришли всерьез и надолго, мы это увидим. Но пока я этого просто не видел. Исторический облик любого города со временем размывается, оттекается лишнее, иногда важное. И самое сложное не ошибиться с маркировкой. Что оставить будущим поколениям, а от чего избавиться, возведя на пустом месте что-то более стоящее. И стоящее не только денег. Иногда для этого тоже надо найти равновесие. Увидимся на власти. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин